На моем канале уже было видео о том, что известно про Marvel's Avengers. Проект Мститель был анонсирован в 2017 году. До сих пор почти ничего неизвестно не о дате выхода, ни о том, какой будет игра. Но со временем и E3 прошло, и геймплей игры показали, которые сейчас на фоне, и стало известно чуть больше, чем ничего. Ссылочка на первый ролик находится в описании и по подсказке в конце видео. А я начинаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот тут вот маленькая оговорочка. Посетителей перенесли на 4 сентября 2020 года. По причине того, что там не хватает времени, чтобы доделать разработку и все вот это вот. Спасибо Яну, что во время мне об этом сказал. Я чуть ли не доделал ролик. Так, все, дальше смотрим. Как было упомянуто ранее, Square Enix будет издавать Marvel's Avengers, создаваемый Crystal Dynamics, разработчиками Tomb Raider. Дополнительную помощь будет оказывать разработчик Deus Ex и Desmond Real. А также Crystal North West и Nexus Software. Первый тизер игры был показан в 2017 году и тогда она называлась The Avengers Project. В нем узнаваемые вещи каждого сместителя были сломаны и покрыты мусором, намекая на поражение команды героев. В описании видео был сказан, что проект, известный ныне как Marvel's Avengers, создается для геймеров по всему миру и полных персонажей, месток и культовых моментов волнующих давних фанатов серии. Его совершенно уникальная история представляет вселенную, в которую геймеры смогут играть долгие годы. Место и время действия. События Marvel's Avengers происходят вне вселенных комиксов и фильмов. Совершенно отдельной игровой вселенной Marvel, несмотря на явно вдохновленный фильмами облик. Трейлер игры намигает, что событие происходит спустя несколько лет после катастрофы в День М, который должен был стать праздником в честь достижения супергероев. Событие прерывает с атакой на мозг Золотые Ворота, организованный Таскмастером, известным владеем Marvel со способностью копировать движения других людей. Мы узнаем, что несмотря на усилия Мстителей, Таскмастеру удается успешно осуществить атаку, которая вызвала огромное разрушение и унесла множество жизней, в том числе и жизнь Капитана Америка. Из-за катастрофы боевой дух команды падает, а отношение общества к ним ухудшается. Мстители ее расформировывают, а затем нам говорят, что спустя 5 лет все супергерои вне закона. Мир снова в опасности, единственная надежда вновь собрать величайших героев Земли. Актеры и персонажи. Crystal Dynamics практически подтвердили, что смерть Капитана Америки в начале игры не будет постоянной, так как он входит в список играбельных персонажей. Помимо него, в этот список попали Халк, Тор, Железный Человек, Черная Вдова, Человек-муравей и Мисс Марвелл. Не, Капитан Марвелл, не путать с вот этим говном. Нет, 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 нет. Может быть, вы заметили, что в этом списке нет Соколиного Глаза. Его присутствие в игре не было подтверждено, но ходят слухи, что он появится в одном из обновлений или дополнений. В Marvel's Avengers будет звездный состав актеров, озвучивших культовых героев из наиболее известных Трой Бейкера в роли Брюса Бэннера, Джефф Шайн в роли Капитана Америка, Трэвис Уиллингем в роли Тора, Лора Бейли в роли Черной Вдовы и Нолан Норд в роли Тони Старка. В игре одной из главных героиней будет Камала Хан, в комиксах Мисс Марвелл. Ее суперспособности проявились после взрыва Халикарриера в Сан-Франциско. Геймплей. На данный момент в Marvel's Avengers подтверждено два игровых режима. Одиночная кампания и сетевой мультиплеер, в котором игроки в количестве до 4 могут проходить побочные миссии, связанные с сюжетом. Crystal Dynamics утверждает, что игра будет сюжетно ориентированной, но кооператив не будет ограничен прохождением одиночной кампании. Наоборот, игроки смогут переключаться между одиночным и кооперативным режимами, прокачивая одного или несколько персонажей. В игре будут элементы экшенов и РПГ, с возможностью кастомизации внешности героев и развития способностей, подходящих для стиля игры игрока. Учитывая разнообразие арсенала Мстителей, бой будет сильно отличаться в зависимости от того, каким персонажем вы будете играть. К счастью, игрока не будет ограничивать одним персонажем и предоставит возможность игр освоить несколько героев, прокачка и лут. Все выглядит как идеальный рецепт концепции «Игра как сервис», поэтому многие думают, что Морол Савиджер станет супергеройским и кавалентом таких игр, как Destiny или The Division, как я говорил в первом ролике. Однако, игрокам не стоит сильно беспокоиться о монетизации. Как было официально подтверждено, все играбельные персонажи и сюжетный контент будут после выхода бесплатными. Это подводит нас к мысли о том, что здесь будут платные косметические предметы, иными словами, скины. Игра бы щедро награждать игрока лутом за выполнение как одиночных, так и кооперативных миссий. Конкретика нам пока неизвестна, но по всей видимости это будут некие модификаторы и дополнения для снаряжения. Это позволит игрокам развить персонажей, которые выглядят уникальными, но не слишком сильно отклоняются от задуманной роли героя. Заключение. Несмотря на перенасыщенность индустрии играми и сервисами, мы еще не видели ни одной, где бы был такой узнаваемый набор персонажей, как Морол Савиджерс. Поэтому будет интересно увидеть, какие творческие вольности, если они вообще были, позволили себе Crystal Dynamics в своей версии любимых героев. На данный момент мнения фанатов разделились практически поровну. Многие считают игру многообещающей, способной стать одной из лучших в нынешнем поколении консолей. Но не меньше людей подозревают, что банальный и посредственный дизайн подражания киновселенной является признаком кризиса и идентичности игры. Вне зависимости от того, к какому лагерю вы относитесь, можно с уверенностью сказать, что Морол Савиджерс будет одной из самых обсуждаемых игр 2020 года наряду с Киберпанком и грядущим ремейком Final Fantasy VII. А пока нам остается только ждать дальнейших новостей от Морол и Crystal Dynamics. Ну а о тех созвучил Деклар. Ставьте лайки, подписки, колокольчики, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Всем удачи, всем пока.